приветствую друзья по многочисленным просьбам выкладываю вторую часть практикому по электронной астрономии а то как я понял в комментариях и в личных письмах очень многие вообще до конца не понимают о чем же мы там говорим и так электронная астрономия это один из способов изучения объектов телескоп звездное небо таит себе много тайн но сегодня мы будем говорить в основном о наблюдениях объектов дальнего космоса и в данном большом практиками я собрал вырезки из огромного количества роликов которые накопились более чем за полтора года работы только с одной целью сегодня мы с вами вместе посмотрим разницу в изображении на различном оборудовании в первую очередь для электронной астрономии нам потребуется главным образом это монтировка для телескопа с видением не обязательно иметь супер дорогую монтировку с автоматикой не обязательно иметь go to но важно чтобы видение было то есть чтобы ваша монтировка следила за звездным небом и объект из поля зрения не уходили супер точность нам не нужна но видение необходимо начнем мы с самого простого варианта это а хромат рефрактор обычной визуальном режиме мы используем телескоп окуляр разные окуляры фильтры и получаем изображение объекта видимая глазу с электронной астрономии мы используем следующую связку телескоп с видением камера ноутбук либо планшет и на них мы уже осуществляем наши наблюдения а хромат светосильные 1 к 5 плюс недорогая камера с маленькой матрицей планетная камера на самом деле уровне там заво 290 q hi 5 3 генерации то есть совсем вроде бы не подходящая камера тем не менее даже с таким аппаратом можно уже многое получить однако если вы просто поставите камеру на рефрактора хромат с даже сведением вы увидите то что изображение у нас погружено вот в такой фиолетовый неприятный ореол и самое главное звезды имеют ореолы тоже очень заметны здесь перед нами фрагмент туманности вуаль созвездие лебедя и мы видим что регулировки эти ореолы никуда не убирают поэтому для рефрактора а хромата обязателен фильтр you we are cut то есть фильтр который отрезает инфракрасную и ультрафиолетовую часть спектра на том же рефракторе а хромат из фильтром мы сейчас видим изображение конечно хроматизм все равно присутствует но звезды уже без вот этих вот гигантских безобразных ореолов они стали намного менее заметными и конечно хотя набор рефрактора хромат и камера не самый лучший для старта электронной астрономии все равно почему нет вы вполне можете с ним работать особенно если мы поставим узкополосный фильтр здесь у нас галактика ngc 891 все ролики сегодня будут ускорены ну чтобы мы с вами успели все проговорить с одной стороны и не заскучали 891 галактика в созвездии андромеды это хороший объект здесь у нас телескоп на азимутальной монтировки сведением вот это вот потемнение вверху кадра из-за того что не очень ровно выставлена монтировка и с при сложении большого количества кадров изображение смещается однако тем не менее с учетом всех вот этих но мы уже видим не яркую галактику полевую полосу видим которую в принципе не глазом была бы недоступна для рефрактора 100 миллиметров детализация присутствует это все на крайне бюджетном оборудовании да еще и при засветке спустя некоторое время уже появляется нечто подобное достаточно будет одной двух минут больше не нужно то есть даже в таком режиме на простом сетапе можно ввести электронное наблюдение сейчас мы с вами посмотрим вариант если поставить на рефракторах аромат узкополосный фильтр аж альфа здесь у нас область практически в центре со звезды лебедя этот туманность бабочка водородная она полностью конечно не помещается в поле зрения мы видим что хроматическая аберрация рефрактора уже вообще не играет никакой роли при съемке с узкополосными фильтрами я очень рекомендую фильтр опталонг л-энханс экстрим который можно заказать у нас на сайте телескопинг ру либо приобрести в других местах потому что они все-таки пошире чем представлены фильтр аж альфа на котором как мы знаем на цветную камеру снимать не очень здорово тем не менее детализация туманности потрясает воображение на мой взгляд гораздо более логичным аппаратом для старта электронной астрономии является недорогой рефлектор один к пяти та же самая камера 290 и ее аналоги потому что она уже не очень современная есть более современные аналоги монтировка сведением опять же рефлектор лишён хроматизма видите никакой фиолетовой окантовки нет перед нами туманность полумесяц тоже в созвездии лебеди которую мы наблюдаем друзья очень важный момент я сегодня специально не выбираю ролики хорошие или плохие я показываю разные чтобы вы понимали чего ожидать можно намного качественнее получить изображение с каждым из вариантов однако самым разумным будет камера следующего уровня например завод 482 mc или аналоги с ней тот же самый простейший рефлектор покажет намного лучше оговорюсь что если мы применяем телескоп допустим 130 650 или 150 750 как в данном ролике с туманностью малая гантель а дальше применяем телескоп например 200 миллиметров 250 с такой же светосилой то в случае электронной астрономии у нас растет масштаб изображения и немножечко разрешение то здесь диаметр объектива ну скажем так важен но не настолько как при визуальных наблюдениях можно довольствоваться более компактным телескоп если переместиться на небо более темное то объекты конечно видны интереснее однако даже сейчас вот здесь ролик по моим записям сделан в красно оранжевой зоне засветки мы видим одну из интересных водородных туманностей вполне отчетливо если выбраться в желтую зону засветки с телескопом 200 миллиметров тоже один к пяти камеры та же самая планетная камера zvo 482 простейший сравнительно доступная то в желтой зоне засветки такому телескопу намного больше открывается например вот галактика айси 342 что в созвездии жирафа мы видим спиральные рукава у этой камеры конечно при большом усилении видно свечение снизу и сверху есть у нее такой грешок но тем не менее мы видим детализацию практически сразу спиральные рукава сложные для наблюдения галактики простые объекты на уровне туманности ориона можно вообще наблюдать в цвете практически онлайн хотя конечно при увеличении выдержки либо сложение кадров детали больше но подчеркну что если бы вы использовали телескоп поменьше то вы бы сейчас видели то же самое просто не столь крупно я бы даже сказал что разрешение бы и сильно не пострадала поэтому я и рекомендовал бы наблюдение ну скажем так в телескоп 200 150 130 миллиметров электронный проводить оперируя больше уже непосредственно полем зрения телескопа оперируя настройками камеры потому что здесь в этих роликах я подчеркну они не оптимальны это буквально вот холодный тест того что можно получить с разным оборудованием дальше опять таки вот туманность конская голова отражать на туманность около нее внизу также видно в той же самой желтой зоне засветки без фильтра на ту же самую камеру планетную вроде бы мы в режиме электронной астрономии все можем с вами наблюдать ну и дальше к примеру популярная галактика водоворот здесь использован помимо камеры еще и редуктор особым образом установленный в камеру конечно для классического астрофлата он бы испортил изображение но для электронной астрономии здесь важно максимальное приближение к реальным наблюдением можно пренебречь краями особый редуктор и свободе который мы в камеру устанавливаем для изучения соответственно опять же мы можем здесь получить намного более качественные изображения мы можем отрегулировать баланс белого здесь картинка выглядит пересвеченной потому что в реальных наблюдениях яркость экрана я делаю на минимум и там вот такого пересвета нет а сильно редактировать видео не хотелось бы чтобы вы видели натуральное изображение как она была захвачена с экрана ну если мы хотим фон сделать потемнее вот пожалуйста пример одной из галактик очень быстро мы получаем приличное изображение и электронной астрономии открывает очень широкие перспективы как для просто быстрого изучения объектов ни в коем случае не замена астрофото либо визуал это лишь еще один метод для наблюдений очень необычно интересный вот например компактная галактика медвежья лапа в большой медведице тоже судя по моим записям из далеко не темного неба была наблюдаема да еще и при луне до электронная астрономия в определенном смысле позволяет вам при засветке при луне провести наблюдение то есть даже если вы сторонник классических визуальных наблюдений в плохие ночи в неподходящей ночи вместо того чтобы ничего не видеть вы можете наблюдать таким образом вот пример галактика m82 сигара при практически полной луне вот так вот наблюдается в эту связку я же для себя использую телескоп шмидт кассегрент 925 редуктор 04 с той же самой камеры просто из-за того что это решение более компактный удобней в поездках но я почерпнул что на рефлектор меньше заморочек и снимать попроще вот это вот водоворот был получен в крыму температура на момент наблюдений было где-то градуса 23 и мы видим что калибровочные кадры не очень хорошо применились от горячих пикселей появляются вот такие вот дефекты нужно камера с охлаждением здесь его нет но это я замечал такие проблемы только в летнее время с другой же стороны сложная галактика то была легкая галактика на хорошем небе вот сложная галактика на плохом небе красно-оранжевая зона галактика ngc 7331 мы видим влияние засветки видим пару пылинок на фильтре перед матрицей но тем не менее даже в таких условиях мы видим маленькие спутники этой галактики которые просто ну проявляются здесь видео ускорено конечно но в реальных условиях все равно практически на глазах вы сидите смотрите 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 картинка становится четче четче интереснее 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 детали больше больше это чем-то напоминает на самом деле визуал и вот пожалуйста из красной зоны можно посмотреть детали в галактике очень широкие возможности для тех кто занимается изучением неба не с научной точки зрения но с познавательной потому что конечно вы можете заглянуть глубоко при этом не нужно там часами что-то копить настраивать ну по сути своей вместо окуляра просто используйте камеру ну да вы двигаете кое-какие ползунки на компьютере но ничего сложного пользуясь случаем скажу что наш магазин телескопинг руб может вам помочь превратить ваш телескоп соответственно такое вот правое приложение и перед тем как мы видим как показывает камера следующего класса скажу что мы подбираем оборудование как новое так и на вторичном рынке не только естественно для электронной астрономии для астрофотографии для визуальных наблюдений так что обращайтесь мы будем рады помочь а теперь продолжим если установить на тот же шика 925 камеру с большим сенсором то у нас увеличится поле зрения конечно шмидка сегрен в режиме редукции до 1 к 4 не идеально демонстрирует края поля зрения есть некоторые наклоны которые пока мне не удалось победить но поле зрения намного больше все равно чуть-чуть края можно убрать и вот такой отличный на мой взгляд орион на трубе единственное друзья обратите внимание если с первой самой камеры со второй была разница огромная здесь уже разница присутствует но она не столь заметно и в некоторых случаях спорно тем хорошая электронная астрономия что вопреки статьям многих западных наблюдателей на самом-то деле вам не нужна дорогущая камера достаточно просто взять светочувствительную завожку да вы не получите картинок высоком разрешении но вы сможете наблюдать на небольшом экране для себя для своих друзей очень здорово и хорошо обратите внимание что помимо потянулись звезд здесь из-за перекоса которыми я говорил звезды еще вот на рионе были совсем большие здесь они поменьше это связано с термостабилизации шмидка сегрена тоже в отличие от рефлектора открытого закрытая труба дольше остывает это миф и мы всегда в магазине говорим что это миф что дескать закрытая труба это очень здорово нет это не всегда здорово и мы будем решать этот вопрос потому что при вот при температуре ниже там минус пяти минус десяти есть такая проблема постоянно с термостабилизации тем не менее вот недавняя комета ztf которая была пожалуйста тоже наблюдаемо вот такое поле зрения у нас с этой камерой камера уровня 433 mc и шмидка сегрен с редуктором 14 такой сетап для электронной астрономии вы сами можете для себя делать выводы нужна ли вам камера с большим сенсором или охлаждением но и с большими требованиями и к углам и квинтированию и так далее я считаю что для небольшого сравнительно бюджетного сетапа под электронной астрономии достаточно просто камера уровня 482 без лишних заморочек пожалуйста галактика м95 что во льве некоторые полосы на изображении связаны с тем что этот ролик записан с камерой которая только установлена еще на самом деле до конца не отрегулировал я подавление полос это тоже в процессе тем не менее мы видим и спиральные рукава этой галактики и постепенно проявляются небольшие галактики на фоне в комментариях обязательно напишите сколько вы тут их видите я лично вижу ну я вижу как минимум пять если сильно не всматриваться и также постепенно обратите внимание как очень медленно но прирастает деталями сама галактика то есть действительно конечно прям по сути в реальном относительно в реальном времени вы проникаете все глубже в картинку и получаете определенные результаты вот это было снято в зеленой зоне засветки записан ролик на прошлой неделе специально для вот сравнения ну и под завершением и еще раз галактику водоворот смотрим только с целью того я понимаю что я уже показывал только с целью того чтобы посмотреть что звезды уже стали меньше видите это никакая там фокусировка точно никакая маска бахтинова не помогла бы это именно термостабилизация я буду думать насчет вариантов предыдущие свои шмидка сегрена я сверлил возможно и этот придется сделать на нем пару отверстий для ускорения оставания зеркала зимой чтобы звезды быстрее становились компактнее вы видите водоворот опять же перед вами все параметры принципе видны видно гала вокруг галактики детализация довольно хорошая сейчас я понимаю конечно вы смотрите это с экрана где-то возможно в светлой комнате но когда это ночью видно вокруг вас звезды это честно говоря внушает кстати обратите внимание слабой галактики тоже на снимке начали проявляться нет плохих и хороших методов изучения астрономии визуальные наблюдения прекрасные в живой ловле фотонов от далеких объектов во спортивном интересе астрофотография замечательно в навыках обработки изображений в графических редакторах в получении красивых снимков с тоже в соревновании в конкурсах электронная астрономия прекрасна тем что она позволяет расширить возможности наблюдателя может быть применена как для развлечения так для баловства из города даже с фильтром вы можете некоторые объекты увидеть которые в принципе оттуда наверное не не в один телескоп бы вы из-за засветки не разглядели потенциально очень хорошее применение для любительского и околонаучного изучения неба потому что доступные объекты довольно тусклые доступны кометы астероиды переменные звезды огромное количество всего наблюдайте друзья приобщайтесь к астрономии если вас еще нет оборудования приходите к нам в telescoping точка ру